Конечно, очень занятно и интересно, но не просто пользоваться таким приспособлением, потому что с помощью вот этой конструкции, так называемого горна, отливали свинцовые пули для вот таких орудий, настоящих боевых мушкетов, с помощью которых и одолели на Руси иностранных интервентов в далекие смутные времена. Но, собственно, пули отливаются следующим образом. Вот плавится свинец, заливается вот в такую пулелейку. Потом убирают все лишнее, придают пули округлую форму, то есть обкатывают. Диаметр стволов мушкетов был индивидуален, поэтому для каждого своя пуля. На изготовление одной уходила до пяти минут. Именно так воевали в 1612 году, во время Великой Смуты. Но как мы попали в эту эпоху? Машина времени? Переместиться в прошлое теперь можно и без нее. В Большевиземской усадьбе Голицыных вот уже пятый год проходит реконструкция сражения с польско-литовскими захватчиками. Мы могли потерять свою независимость и действительно могли бы быть уже каким-то придатком какой-то другой державы, либо Польши, либо Литвы, либо Швеции. И благодаря лишь только мужеству наших соотечественников, наших предков, во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым удалось освободить Москву от иностранных захватчиков. Привозим сюда различные активности, которые как раз позволяют людям непосредственно прикоснуться к истории, потрогать ее руками, увидеть те предметы, механизмы, те вещи, которые использовались людьми в далеком прошлом. К примеру, печатный станок. Именно такой впервые появился в Царской России в середине 17 века. Это своеобразная печатная машинка того времени. Опытные книгопечатники показали, как она работает. Здесь каждый мог научиться печатать текст или рисунок. А любителям оружия представили прототипы боевых мушкетов. Те самые, для которых мы отливали пули. Оказывается, пользоваться таким оружием еще сложнее, но тем интереснее. Класс! Ну тяжело, он-то потаскаешь такой. Было оружие и попроще. Лук и стрелы. Навыками стрельбы могли овладеть все желающие. А самые смелые упражнялись в метании копья. В общем, скучать было некогда. Дети постреляли и поборолись, в старинные игры поиграли. Остались все очень довольны. Я здесь с внуками, с друзьями внуков. Всем очень понравилось. И сбитень такой красивый нас научили готовить. Сбитень и вправду оказался хорош. Это напиток на основе меда, яблок и трав. В него добавляли иван-чай, душицу и мяту. Еще называли царским из-за дорогих заморских специй – гвоздики, мускатного ореха и имбиря. Раньше его пили вместо чая. А здесь напиток приготовили по рецепту того времени. Угощали всех прямо на улице. По вкусу этот напиток напоминает современный глинтвейн. Он такой же терпкий, пикантный, очень сладковатый. Ну и, конечно, тонизирует, бодрит и согревает. Вкусно. Напиток всех согрел, несмотря на хмурую погоду. Она была под стать смутному времени, но не смогла помешать празднику. Историческое сражение приподняло дух, ну а другие активности подарили незабываемые впечатления. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Денцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова